Астраханскую землю посетила одна из самых почитаемых святынь православия, частица пояса Пресвятой Богородицы. Обычно она хранится в храме Ильи Пророка в Москве, а сейчас, по благословению святейшего патриарха Кирилла, ковчег с уникальной реликвией путешествует по православным храмам Казахстана. В Астрахань великая святыня, как считают местные жители, попала не случайно, ведь эта южная земля из древней находится под особым покровительством Божьей Матери. Репортаж Римма Хохловой. Святыню доставили спецрейсом из Итерау. Из самолета сначала бережно вынесли ковчег, а потом и икону покрова Божьей Матери. Чудом веры называют пояс Богородицы, ведь молитва к Пресвятой Деве помогала остановить стихийные бедствия и стрелить тяжело больных, обрести радость материнства. Великая святыня православия, она была привезена в Россию почти 500 лет назад и хранилась с благоговением в обителях, затем в храме Христа Спасителя, а после разрушения нашего главного храма Российской империи, она продолжает пребывать в Ильинском храме в Обыденском переулке города Москвы. По благословению патриархи Кирилла, ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы, уже в течение месяца находится в паломнической поездке по Казахстану. И на просьбу к соседям привезти православную святыню на астраханскую землю, с которой обратились глава региона и астраханский владыка, духовенство казахстанского митрополитического округа охотно откликнулось. Трепет, ожидание – это такая очень важная вещь. И когда мы готовили еще визит до последнего, сомневались, получится, не получится. То, что такая святыня православной церкви приезжает в Астрахань – это особый знак и уважения к астраханской области, и к астраханцам. Сегодня ковчег доставили вертолетом в Ахтубинскую епархию для поклонения верующим северных районов. А в субботу и воскресенье до обеда святыня будет находиться в соборе святого равнопостольного князя Владимира. И здесь пройдет торжественная архиерейская служба. А астраханцы, с верой поклонившись уникальной реликвии, смогут попросить Божью Матерь о помощи в делах. Люди находят работу в себе. И жизнь идет очень равномерно, плавно, можно сказать, духовно. Затем ковчег вновь бережно перенесут на казахстанскую землю. Здесь его с нетерпением ждут около пяти миллионов православных. Ведь это вторая по численности епархия в России. Субтитры создавал DimaTorzok